Дмитрий Тихонов Отец заболел вскоре после того, как сошел снег. Долго кашлял, надрывно и сухо, мучился головными болями, откладывал все больше дел на потом, а к концу апреля слег. Ночами метался в горячке, днем тонул в тонком прозрачном полосне, то и дело вздрагивая, испуганно вздымая опухшие веки. Говорить ему было сложно. Стоило начать, как накатывал кашель, раздирающий грудь и горло. А потому Рита тоже молчала. Ухаживала, стирала, поила горячим бульоном, сидела у кровати, наблюдая, как за окном наливается солнечным светом молодая листва. Так прошла почти неделя. Последний день месяца, ближе к вечеру, отец разбудил задремавшую было дочь, ткнул за скорузлым пальцем к календарь на стене. Сегодня ведь Ритка, да? Правильно? Да, пап. Она зевнула и потянулась, недовольная резким пробуждением, недовольная неизбежным этим разговором, которого боялась с тех самых пор, как болезнь приобрела серьезные обороты. Все правильно. Хреново. Утром... На выдохе из его груди плынул грохочущим потоком кашель, и отец раздраженно застучал кулаком по одеялу. Кулак был бледен и костляп, и принадлежал, казалось, совсем другому человеку, а вовсе не двужильному лесничему, которого только что три десятка километров за день прошагаешь, а телегу дров нарубить расплюнуть. «Не встать!» — слабым голосом договорил больной, прокашлявшись. «Выходит, тебе на грудь идти, да, Ритка? Ну а кому еще?» «Ты что, пап? Я не справлюсь, страшно?» «И че страшно? Я че там бояться совершенно?» «Завтра утром на горе безопаснее, чем в райотделе милиции. Звери разбегутся. Лучший день в году. Тихо, спокойно. Гуляй, не хочу». «Так ведь меня не звери пугают». «Да больше не будет никого, обещаю. Все улетят, как только солнце встанет. Я не...» Отец снова зашелся в приступе кашля, и Рита прикрыла глаза, чтобы не смотреть, как наливается кровью его измученное лицо. «За все время я ни разу не встречал их», — прошептал он, наконец, словно боясь потревожить хищника, притаившегося в груди. «Сколько лет уже туда хожу, прибираю, и хоть бы кто показался. Нет, это просто лес. И на самой вершине горы следы праздника. Конечно, там разное можно найти, и нужно держать ухо в остро, чтобы не порезаться или не обжечься ненароком. Но ты будешь одна, даже не сомневайся». Договорив, отец откинулся на подушку, едва дыша. На висках его блестел пот. Стиснутые губы дрожали. Взгляд блуждал по потолку, будто там, среди трещин в побелке, скрывались криво нацарапанные подсказки, способные помочь договориться с дочерью, убедить ее в необходимости делать все, как должно. Только Рита и сама знала, что завтра утром отправится на гору. От этого зависело их с отцом благосостояние, их стол, их уверенность в будущем, его обеспеченная старость, ее высшее образование. Каждый год, первый день мая, отец поднимался на вершину горы и возвращался с рюкзаком, полным странных вещей, которые затем продавал незнакомцам на бестро раскрашенных машинах, незнакомцам в нелепых ярких шляпах, незнакомцам, говорящих на чужих, ничем по-человечески звучащих языках. Покупатели щедро платили за странные вещи, принесенные с вершины горы. Гораздо, гораздо больше, чем готовы было выложить в Петлыновское лесничество за тяжелый, но честный каждодневный труд. В течение следующей недели к их домику будут подъезжать одна за другой разноцветные иномарки, и если Рике с отцом нечем будет предложить, она не знала, что случится, но надеяться на лучшее не стоило. Покупатели не производили впечатления людей, умеющих прощать ошибки или давать поблажки. Честно говоря, покупатели вообще не производили впечатления людей. Об этом она тоже обязательно спросит отца. Кем были обладатели хищных ухмылок, носящие смешные шляпы? Откуда они взялись? Как вышли на лесничего? Как связаны с теми, кто собирается на горе раз в год, ночь между весной и летом? Немало накопилось вопросов, с которыми больше нельзя тянуть. Но это потом, в ближайшем, но все-таки будущем. Сперва ей предстояло восхождение. Перед тем, как отправиться в постель, Риту долго рассматривала гору из кухонного окна. Отсюда та не казалась ни особенно высокой, ни опасной. Ничего таинственного не угадывалось ни в оплывшем силуэте, ни в покатах уставших склонах, взятых ухудавшихся в кучерявое покрывало леса. Но над горой собирались тучи, а за горой опускалось в лес солнце, и последние багровые отцветы ложились на бугристое низкое небо, превращая его в поверхность чуждого мира, нависшего над нашим, и готового соприкоснуться, заразить и гору, и лес, и все вокруг неведомой скверной. Ночью Рита не спала. Лежа в кровати, которая вот-вот должна была стать ей мала, она слушала, как барабанят по крыше капли, и как гремит над вершиной гром. Так всегда происходило в эту ночь, что бы там ни обещали в прогнозе погоды. Наваливалась буря, прижимала к земле леса, дом била ливнем, слепила молниями, наполняла холодом сны. Раньше, когда была жива мама, она приходила к Рите, гладила по волосам, успокаивая ее, утешая, и дочь, и саму себя, наверное. Теперь прийти было некому, и Рита пыталась утешиться воспоминаниями, но получалось плохо. К утру буря утихла, и дождь кончился, как всегда. Редактор субтитров А.Семкин На вершину не вела ни одна тропа. Отец поднимался туда лишь раз в год, и так уж и часто. Что если он ошибался насчет тех, кто празднует приход лета на вершине? Что если он не видел их там, потому что не знал, куда смотреть, или празднующие просто не хотели показываться? Что если появление незнакомой девчонки, которой не исполнилось и 14 лет, разозлитых? В самом деле ты поручаешь работу взрослому мужику, а тот присылает вместо себя пигелицу с двумя длинными косичками и неправильным прикусом. Рита бы точно разозлилась. По совету отца в зарослях орешника у подножья она выломала прямую крепкую палку себе по росту и, используя ту в качестве посоха, начала подъем, напрямик, не выбирая дороги. Лес на склонах был темен и неприветлив с любой стороны. Еще он был тих. Неабсолютно. Деревья поскрипывали под ветром, шумели молодой листвой, словно похвались перед гостей. Но непривычно. Ни пение птиц, ни зуда насекомых, ни шорохов в траве вокруг, которые неизбежны, когда напуганная ящерица или лягушка бросается прочь, чтобы не попасть тебе под ноги. Рита будто шла сквозь нарисованный лес. О, это был настоящий шедевр, но все равно лишь иллюзия, изображение жизни. И сама Рита здесь казалась себе нарисованной девочкой. Крохотной фигуркой среди высоченных стволов, обозначенной несколькими движениями кисти. С первого взгляда и не разобрать, кто это, а будешь всматриваться, распадется на отдельные мазки, и окончательно потеряет всякое сходство с человеком. Нарисованная девочка поднималась по нарисованному склону. Иллюстрация к сказке «Старый как мир». Она часто зевала и терла глаза, а не отдохнувшие за бессонную ночь. Кряпичные кеды быстро промокли во влажной траве. Лямки отцовского рюкзака то и дело съезжали с узеньких плеч. Рюкзак пока был наполнен лишь смутной тревогой и целым ворохом воображаемых несчастьй, столь основательно перемешанных, что никто не сумел бы отличить одно от другого, но и такого веса вполне хватало, чтобы заныла спина. «Все будет хорошо», — повторяла Рита вслух слова отца, сказанные на прощание. «Ты только не разглядывай, подолгу ничего в руках особо не верти. И схватила и ссусь сразу в рюкзак, так вернее». Краза звучала не слишком обнадеживающе, но хотя бы звучала. Позволяла заглушить холодную тишину вокруг. И потому она произносила ее вновь и вновь, по-разному интонируя, пытаясь убедиться в том, что именно так и поступит, увидев нечто необычное там наверху. Не станет изучать, уберет в рюкзак, не глядя. «Все будет хорошо». «Ты только не разглядывай, подолгу ничего в руках особо не верти». Еще Рита то и дело вынимала из заднего кармана джинсов тетрадный листок со списком нужных предметов, кое-как набросанным рукой отца. Буквы выглядели еще более мятыми и влажными, чем бумага, на которой они были начерпаны. Даже Рита, давно и хорошо знавшая этот почерк, с трудом разбирала написанное. «Больше ничего не надо», — сказал отец, передавая ей листок. «Как только соберешь, возвращайся, этого хватит». Затем он закашлялся, покраснел и махнул рукой, давая понять, что Рите пора выходить. Ему явно стало хуже. Так она и не успела спросить про последний пункт в списке. Одна непонятная вещь. Насколько непонятная? Значит ли это, что, не разглядывая и не вертя в руках, назначение вещи невозможно определить? Если так, то как не спутать ее с редким музыкальным инструментом или абстрактной статуэткой? «Или это должно быть что-то настолько невообразимое, что с первого взгляда осознаешь, вот оно». «Нормальные отцы посылают дочерей со списком в магазин», — сообщила Рита, покосившаяся липе в ветвях, которые чернела воронье гнездо. «Но у нас все по-другому, потому что мы живем на природе». Липа не ответила. Рита хотела пожаловаться еще, но в последний момент досеклась. Почудилось движение впереди, среди рыжего мертвого сосняка, перекрывающего путь к вершине. Будто кто-то переметнулся от одного ствола к другому, и Лип пролетел. Несколько мгновений девочка не шевелилась, пристально вглядываясь в тени перед собой, и готовые в любую секунду развернуться и со всех ног помчаться вниз. Но тени замерли, и больше никаких фокусов не вытворяло. «Птица», — сказала Рита Лип, и чьи ветви еще нависали над ней. «Из твоего гнезда должно быть». Липа вновь промолчала, а Рита торопливо миновала подозрительное место и углубилась в сухостой. Трава под ногами сменилась настилом из тусклой и ржавой хвои, а сам воздух будто был полон ржавчины и мелких колючек. Казалось, он даже похрустывает при вдохе. Меж голых ветвей, торчащих во все стороны растопыренными пальцами, висели клочья серой паутины. Склон стал заметно круче. Очень скоро Рита выбилась из сил. Однако отдыхать здесь, на кладбище сосен, ей не хотелось, тем более, когда до вершины оставалось всего ничего. Сквозь переплетение костлявых хрон виднелось чистое небо. Всем телом, опираясь на посох, спасибо, папа, что надоумил и тяжко, влажно дыша, Рита поднималась выше и выше, обходила корни и корявые пни, перебиралась через поваленные стволы. Горло соднило. Глаза слезились. Здесь спина стонала от боли. А потом воздух стал чище, и солнечный свет, свободный от ветвей, ударил в лицо. Впереди открылась круглая поляна без единого дерева. Восхождение закончилось, но обрадоваться Рита не успела, потому что увидела стул. Непомерно большой, трубы сколоченные из бревен и широких досок, посеревших от времени, стул был вкопан в землю в нескольких шагах впереди. Вкопан основательно, хотя и давно. Вкопан таким образом, что сиди на нем кто-нибудь, Рита, выбравшись из заросли, оказалась бы прямо у сидящего перед глазами. С пляшущим от усталости и страха сердцем девочка подошла ближе. На спинке стула были ножом вырезаны символы, которых прежде ей не встречалось. Что-то вроде перечеркнутого крест-накрест треугольника и полумесяца, концы рогов которого соединяла волнистая линия. На сиденье прямо под символами стояла кружка. Пузатая, высокая, с изящно выгнутой ручкой и остроконечной крышкой. Такие иногда показывали в кино. Кружка – это ведь посуда, верно? Медленно протянув руку, Рита коснулась пальцами холодного глиняного бока. Ничего не произошло. Только стало вдруг понятно, насколько на самом деле огромен стул. Сиденье находилось на уровне ее груди, а значит предназначался он для великана в три раза выше отца. Кружка же была вполне обычного размера. Положив посох, Рита взяла ее, взвесила в руке. Похоже, пустая. По выпуклым бокам расползался вычурный, пестро раскрашенный орнамент. Понять, что именно он изображал, не получалось. То ли башни разных размеров и форм, сплетающиеся друг с другом, то ли стебли, тянущиеся к висящей в темном небе луне, то ли щупальцы, обвивающие хрупкую человеческую фигурку. Рита поймала себя на том, что напряженно всматривается в орнамент, позабыв об окружающем мире и, что куда хуже, позабыв об отцовском наказе. «Не разглядывай подолгу ничего», — произнесла она вслух, и собственный голос показался ей совершенно незнакомым. «Ничего в руках особо не верти». Рита сбросила со спины рюкзак и спрятала кружку внутрь, поборов внезапное желание заглянуть под остроконечную металлическую крышку. «Начало положено». Жаль, она не догадалась прихватить с собой карандаш, чтобы отмечать найденные предметы в списке. Следующий заход через год запасется всем необходимым. «Посуда одна штука», — сказала Рита, и на сей раз голос прозвучал как должен. «Не так уж и сложно». На вершине становилось жарко. Пока Рита взбиралась по склону, солнце тоже не теряло времени зря, и теперь висело, казалось, прямо над ней, раскаленное и злое. По крайней мере, оно не оставило ни единого шанса теням и сырости. Невысокая дрова, покрывавшая макушку горы, уже успела полностью просохнуть. Рита огляделась. В шагах в двадцати от нее стоял второй стул, сколь же большой, но повернутый в другую сторону и слегка скособоченный. Одна из трухлявых ножек подломилась. Ни на нем, ни рядом не виднелось ничего интересного. С другой стороны, например, на таком же расстоянии, тянулась вдоль земли приземистая широкая лавка, и вот на ней были разложены сразу несколько вещей, явно стоящих внимания. Рита приблизилась, стараясь смотреть куда угодно, кроме лавки. Но нащупывать предметы вслепую все-таки не решилось. Не хватало еще распороть ладонь ржавым гвоздем или заносить палец. Первым она взяла бубен. Нежно и протяжно свякнули бубенчики на его краях. Деревянный обод покрывала сложная резьба, и различить что-либо в ее хитросплетениях не удалось бы даже при всем желании. А вот на кожаной мембране красовалась картинка, мгновенно врезавшаяся в сознание. Огромная звериная пасть пожирала кричащего человека. Изображение было примитивным, нарочито упрощенным, вроде средневековых миниатюр, которых полным-полно в учебнике по истории за следующий год, но выполнено опытной взрослой рукой. Яркие краски, четкие линии, острые, лыки, немой вопль, навсегда застывший на искаженном от ужаса лице. Ничто здесь не нуждалось в долгом изучении. Хватило пары секунд, чтобы Рита впитала все до последней детали. «Музыкальный инструмент», — пробормотала она, зажмурившись. «Одна штука». И убрала бубен в рюкзак. Затем пришел черед перчатки. Это была дамская вещь, кружевная и невесомая. Ткань оказалась мягкой, словно пух. Рите нестерпимо захотелось примерить, увидеть, как выглядит ее рука в этих черных кружевах, узор которых непрерывно менялся в зависимости от того, под каким углом смотреть. Там можно было отыскать цветы и листья, крылья, лианы, змей и драконов, обнаженных мужчин и женщин, сливающихся друг с другом, перетекающих друг в друга. Рита уже начала надевать перчатку, как вдруг где-то неподалеку, то ли прямо у нее за спиной, то ли чуть в стороне, раздался протяжный шор. Девочка подскочила и стремительно обернулась. Мертвый сосновый лес, окружавший вершину горы ржавой и колючей проволокой, застыл в абсолютной недвижности. Он словно бы сам не понимал, откуда донесся звук. Или притворялся, что не понимает. Шорох не повторялся. Скомков перчатку, Рита сунула ее в карман и тут же отправила следом последний предмет Славки — бутылку из темного непрозрачного стекла с этикеткой, изображавшей рыбу со смеющимся человеческим лицом. Затем она решительно направилась к центру поляны, подальше от рыжих сосен с их шелестящими секретами, туда, где возвышался внушительных размеров стол, на котором наверняка можно было отыскать что-нибудь из списка. По дороге Рита замечала тут и там следы минувшего праздненства. Глиняные черепки и оплоданные кости в траве, черные пятна кострищ, торчащие с земли палки с привязанными к ним обрывками цветных лент, разбросанные холщовые мешки и мятые бумажные пакеты с яркими принтами. Кто бы ни провел здесь минувшую ночь, мусора после себя они оставили немало. Рита едва не пнула попавшуюся на пути резную деревянную фигурку, приняв ту за очередной обломок вчерашнего торжества, но в последний момент все же успела остановить занесенную ногу. Фигурка была поднята и очищена от налившей земли, после чего отправилась в рюкзак. Сойдет за чучело или статуэтку. Кого она изображала, понять не удалось. Что-то бесформенное, не совсем осмысленное, то ли старинный корабль, то ли птица, то ли человек без головы. Пусть покупатели сами разбираются. Стол был широк и высок. Под стать стульем, вкопанным на окраине поляны, и у Риты без всяких проблем получилось бы пройти под ним в полный рост. Чтобы оказаться наверху, пришлось сначала вскарабкаться на скамейку, стоявшую с противоположной стороны, и уже с нее перебраться на столешницу. Все равно, что на крыше небольшого гаража или сарая. И на этой крыше девочку ждало настоящее изобилие. Кроме нескольких тарелок с объедками, каждая из которых была самого обычного размера, тут стояли кружки, кувшины, картонные коробки и панерные ящики. Повсюду лежали вещи, столько, что хватило бы на полтора десятка отцовских списков. На ветхих трухлявых досках столешницы Рита чувствовала бы себя увереннее, передвигаясь на четвереньках, но так было куда сложнее пробираться среди завалов, и уж точно невозможно окинуть взглядом сразу все интересные варианты. Пришлось выпрямиться. Доски скрипели и прогибались, но держали. Первым делом она схватила покалеченную облезлую куклу, то ли пса, то ли медведя, плотно набитого чем-то шуршащим и пахнущего свежим сеном. Скрюченные лапы не двигались. Левый глаз, бедолаги, вырезанный из пожелтевшей кости, слепо пялился вдаль. Вместо правого торчало лишь несколько оборванных нитей. «Игрушка, значит, — сказала Рита. — Сгодишься». Едва застегнув пряжку рюкзака, она заметила книгу. Старая, в твердом тканевом переплете с выцветшим рисунком и потертыми углами. У них дома в большой комнате на стеллаже стояли похожие домики, бледные, чуть перекошенные, обломки, давно прошедшие забытые жизни, то ли дедушкиной, то ли прабабушкиной, то ли предыдущего лесника. Отец никогда их не читал. Не справившись с искушением, Рита осторожно приоткрыла книгу. Сразу стало ясно, что это сборник стихов. Текст был напечатан столбиками в серединах страниц, оставляя большую их часть пустыми. Буквы казались знакомыми, да и большая часть слов тоже, но понять написанное Рита все равно не могла. Строчки расплывались, наползали одна на другую, менялись местами. Слова исчезали, но появлялись вновь, стоило сместить взгляд. Не желая сдаваться, Рита попробовала прочесть одно стихотворение вслух. Получалась какая-то ерунда. Лес, иглы с тропилами, стоп, тревога по следу, змеем, пахнет чужак, пахнет чужак. Девочка не сомневалась, что если прочитает тот же самый отрывок еще раз, то услышит совсем другие слова. Захлопнув книгу, Рита пожала плечами. Наверное, у незнакомцев смешных шляпок подобные стихи сейчас в моде. Ну и черт с ними, не ее дело. Достав из кармана список, она постучала пальцем по строчке «одна книга» или «одна картина», довольно хмыкнула и принялась открывать рюксак. В этот самый момент позади на довольно приличном расстоянии раздался шорох гораздо громче, чем в прошлый раз. Рита, уверенная, что опять не увидит ничего подозрительного, нехотя обернулась и тут же, чуть не захлебнувшись собственным вдохом, метнулась на дальний край стола, по пути больно ударившись коленкой и с грохотом обрушив наземь несколько ящиков. Удивительно, но ей удалось не закричать. Оно приближалось со стороны рыжей опушки, двигаясь странно, словно удерживаемой над землей неведомой силой. Так движется ныряльщик вдоль морского дна, цепляясь за кораллы и водорослы. Неспешно, лениво оно плыло по воздуху, едва касаясь травы стальными когтями, чтобы не подниматься выше и не сбиться с пути. Застыв среди коробок и опрокинутой посуды, Рита, не мигая, наблюдала за появившимся на поляне существом. В чем-то оно походило на человека. Его конечности являлись именно руками и ногами, а не лапами. Его кожа была бледной и безволосой, а на одной из лопаток даже виднелась крупная татуировка, детали которой из такого расстояния различить не удавалось. Но в остальном все тело было бугристым, словно бы мятым, и изгибалось мягко и плавно, подобно телу змеи или длинной рыбы. Пальцы рук заканчивались заостренными клинками, сияющими на солнце. Но самое главное, у существа отсутствовала голова. Полностью. Под кожей, между левым и правым плечом, бугрилось несколько небольших выпуклостей, ничем не отличавшихся от таких же на спине и боках. Неестественность, неправильность этого создания завораживали. Рита не могла отвести взгляда. Вцепившись в лямки рюкзака, она лихорадочно пыталась сообразить, как поступить дальше. Отец учил, что при встрече с медведем нельзя убегать и показывать страх. Но ведь по воздуху над поляной полз не медведь. К чему были те уроки, если за всю свою жизнь на краю огромного леса она так ни разу и не столкнулась с по-настоящему опасным зверем, но встретила вот это. И там, где, по словам отца, ей ровным счетом ничего не угрожало. Возмущение разбавило страх, помогло справиться с оцепенением. Девочка осторожно сместилась к самому краю стола и начала спускать ноги, надеясь незаметно сползти на скамейку, а уже оттуда на землю. Ни одна доска не скрипнула под ней, ни одна тарелка не звякнула, но безголовый, паривший вокруг стула, с которого она взяла кружку, на сей раз мгновенно отреагировал на далекое движение. Оттолкнувшись от стула, он простер руку вперед, вытянулся в тугую хищную линию, и, подобно атакующей акуле, поплыл к Рите. Столь стремительно, что та едва успела втянуть ноги на столешницу, прежде чем стальные когти впились в лавку всего в полуметре от нее. Девочка вновь замерла, стиснув зубы и стараясь даже не дышать, пока чудовище копошилось внизу, ощупывало траву и ножки стола. Совсем не дышать, однако, не получалось, и, на себе шумно втягивая носом воздух, она почувствовала запах. Свежий, насыщенный запах озона. Это ее не удивило. Тварь пахла прошедшей грозой. Проведя под столом несколько минут, Безголовый вылетел из-под него. Рита сразу зажмурилась, вжалась в доски и рюкзак, надеясь затеряться среди ящиков, коробок и прочего хлама. Заслонив солнце, тень нависла прямо над ней, подобно тяжелой туче. Запах озона стал сильнее. Совсем рядом стальное острие проскребло по эмалированной тарелке, будто бы в задумчивости. Прислушивался? Или мог видеть ее? Или просто тянул время, наслаждаясь страхом, скомковшим ее сердце? Крик. Безнадежный и душераздирающий зародился в Ритиной груди, но она не осмеливалась выпустить его. И крик разрастался в оглушительной тишине, заполняя собой все тело. Звенел в коленях, нестерпимо жег веки, гудел в висках тяжелым медным колоколом. А когда она уже готова была открыть рот и завопить изо всех сил, прощаясь с жизнью и готовясь к неизбежной боли, лицо ее омыл солнечный свет. Тень исчезла. Рита открыла глаза, все вокруг казалось зеленым, проморгалась и медленно приподнялась на локтях. Безголового она заметила не сразу. Теперь он висел в воздухе вертикально в шагах в двадцати от стола. Пальцы полусогнутых ног чуть-чуть не доставали до травы. Так стало видно, что у него нет ни сосков, ни пупка, ни гениталий, но на груди и животе красовалась еще одна огромная синяя татуировка. Широко распахнутые глаза, под ними две раздувшихся ноздри, а еще ниже рот, растянутый в супастые усмешки. Изображены они были схематичны и не слишком аккуратно, но их хватило, чтобы Риту окатила новая волна ужаса. Казалось, чудовище смотрит именно на нее и улыбается именно ей. Руки безголового непременно... Руки безголового непрерывно двигались. Он складывал перед грудью знак за знаком из ладони и пальцев, подобно тому, как это делают глухонемые. Два больших пальца вместе, остальные расставлены веером в стороны. Большой палец левой руки ложится на указательный палец правой, остальные согнуты. Указательный и мизинец левой руки смотрит вверх, большой отставлен, правая ладонь выставлена вперед. Символы сменялись непрерывно. Задевая друг за друга, еле слышно позвякивали стальные когти. Рита не разбиралась в жестовых языках, а потому не могла понять сказанного. Впрочем, вряд ли безголовый обращался к ней. Слишком уж точны были жесты, слишком выверена последовательность. Он проговаривал в изубренное наизусть он, и Рита осознала это, когда стало уже слишком поздно, читал заклинания. В завершение этой беззвучной тирады безголовый оглушительно хлопнул в ладоши, так что даже в ярком дневном свете было видно, как посыпались с когтей искры. И тотчас все предметы на столе пришли в движение, заерзали на своих местах, оторвались от нагретых солнцем досок и потянулись вверх, к небу, неудерживаемые больше силы притяжения земли. Все, кроме Риты и того, что лежало в ее рюкзаке. Кувшины, ящики, тарелки, обглоданные кости, хрустальные бокалы, скрипки, извериные рога, резные светильники, молотки и связанные сложными узлами веревки — все проплывало мимо, поднимаясь выше и выше. Рита вскочила, но от неожиданности растерялась и на несколько мгновений даже забыла о грозящей опасности, наблюдая с открытым ртом, как улетают вещи, составлявшие ее укрытие. Опомнилась она, когда до самого последнего из ящиков было уже не допрыгнуть. Великанский стол опустел, и Рита, стоящая в середине, с рюкзаком в руках, осталась единственным угощением. Теперь-то глаза на груди безголового уж точно видели ее, и пасть на животе безголового скалилась в предвкушении ее боли. Чудовище приближалось неторопливо, все в том же вертикальном положении, вытянув руки в стороны, словно стараясь не спугнуть жертву раньше времени. Кожа его в солнечном свете выглядела молочно-белой. Рита смотрела в наколотое на этой белизне уродливое лицо и до крови, закусив губу, собиралась с духом. Отец учил, что от медведя нельзя убежать. Ты бежишь, умрешь. Дашь понять, что с тобой шутки плохи, есть шанс уцелеть. Ори, шуми, размахивай чем-нибудь, но не стой, просто так, Ритка, не стой с толпом! Она сунула руку в рюкзак и нащупала там самые увесистые из найденных предметов. Вытащила. Это оказалась пивная кружка с крышкой, завопила и с размаху ударила перед собой, как палицы и метя точно между нарисованных глаз. Во время взмаха крышка откинулась и из кружки широкой дугой хлынул поток белого песка. Стоило этой загадочной субстанции угодить на безголового, как тот отпрянул аж на добрую дюжину шагов и принялся извиваться в воздухе, как гигантская раненая змея, стараясь стряхнуть себя все до мельчайшей крупинки. Движения его выглядели еще более отвратительными от того, что были совершенно беззвучны. Рита в изумлении уставилась на кружку, та снова стала полна. Она принюхалась, макнула палец в белый порошок, попробовала на вкус. Соль. Самая обычная поваренная соль, только куда более мелкого помола, чем в магазинных пачках. Сразу вспомнилось, как отец иногда рассыпал такую вдоль порога и на подоконниках, давно, еще до смерти мамы. В последние годы он этого не делал. Выходит, все-таки знал о том, что обитает на горе. Тем временем безголовый, отряхнувшись, начал огибать стол по широкой дуге, надеясь, видимо, напасть на Риту сзади. Девочка не собиралась позволить ему подобраться к себе. Опустившись на четвереньки, она принялась сыпать соль из кружки щедрой белой дорожкой по самому краю столешницы. Безголовый отшатнулся, помедлил немного, затем попытался зайти с другой стороны, но момент был уже упущен. Рита обвела столешницу по всему периметру широкой полосой соли и, замкнув ее, торжествующе грохнула по-прежнему полной кружкой по старым доскам, чудом их не проломив. «А-а-а! Выкуси, чучела!» завопила она, грозя трясущимся кулаком. «Козел сраный! Хрен моржовый!» Нелепые эти слова заставили ее раскохотаться в голос, пронзительно, надрывно. Безголовый неподвижно висел в воздухе на порядочном расстоянии, слегка склонившись на бок, отчего глаза на его груди смотрели пристальнее и хитрее, с издевательским прищуром. Рита выкрикнула еще несколько ругательств, слышанных когда-то от отца, но смех больше не шел. Ноги дрожали так, что стоять было невозможно. Тогда она уселась посреди столешницы, уронила лицо в ладони и зарыдала. В полудню жара стала невыносимой. Рита, давно понявшая, что согнала сама себя в ловушку, уже не имела сил ни бояться, ни отчаиваться, ни следить за безголовым, который невозмутимо кружил вокруг стола, никуда не спеша и не выказывая ни малейших признаков усталости. Ей хотелось только пить. Мысли тонули в раскаленном мареве, и она никак не могла вспомнить, взяла ли утром в дорогу бутылку с водой. Ведь должна была. Но отчего-то бутылка не находилась в рюкзаке. Три попытки и ни одной успешной. Каждый раз там оказывалась только бутыль из темного стекла на этикетке, которая скалилась в язвительной ухмылке рыбы с человеческим лицом. Извлечь пробку было нечем, да и Рита все равно не решилась бы пока что откуда пить. Проклятая рыбина наверняка состояла в сговоре с безголовым и насмехалась над ней, над несчастной тринадцатилетней девчонкой, обреченной на гибель на вершине горы. Не понимаю, пробормотала Рита шмыгая носом, в очередной раз обшаривая все карманы рюкзака. Нет воды, а ведь должна быть. Эй, куда это ты? Ей почудилось, что безголовый опасно приблизился к столу у нее за спиной. Он пролетел мимо, но намереваясь припугнуть чудовище, Рита потянулась к пивной кружке, все это время стоявшей рядом, и вздрогнула от удивления. Кружка оказалась холодной. Ее глазированные бока покрылись влагой, по зловещему узору медленно скользила вниз прозрачная капля. Рита, не смея поверить своему счастью, подняла крышку. Кружка была полна воды. Первый несмелый глоток развеял все сомнения ни малейшего привкуса соли. Чистая, холодная вода прямиком из лесного родника. «Так вот почему за вас столько платят», сказала Рита странным вещам в рюкзаке и стала пить, запрокинув голову. «С каждым глотком силы возвращались к ней. С каждым глотком прозрачная, пьяная легкость наполняла тело и душу. Рита испугалась даже, что вот-вот взлетит, повиснет над столом. Воздушный шар в форме дочери лесничего. Уникальный сувенир на память об этом удивительном месте. Но для такого все-таки надо было окончательно лишиться головы». Сознание ее стремительно полнилось новыми образами. Когда напившись, Рита опустила кружку, они хлынули сплошным искрящимся потоком. Чужие мечты и воспоминания, понимания и предположения. Безголовый больше не пугал ее. О да, он был опасен, смертельно опасен. Неуловимо быстрый, ловкий, неутомимый, стальные когти острее любого ножа. Но по ту сторону соли, лишенный голоса и слуха, оставался крайне ограничен в общении с вещами. Мог повелеть что-то простое, приказать и прикрикнуть хлопком ладоней, но на задушевные разговоры был, естественно, не способен. «Сгинь, уродец!» весело сказала ему Рита, и вся поляна, задремавшая на жаре, встрепенулась от этих слов. «Сгинь, пока не поздно!» Безголовый остановился, замер на мгновение, затем выпрямился и нарочито медленно подплыл к столу, завис в воздухе у самого края, вперед с жуткими своими глазами, прямо в Рите на лицо. Он принимал вызов. Рита встала, качнулась вперед-назад на затехших ногах. Мир плыл вокруг, краски смешивались, но еще не высохший пейзаж кто-то плеснул водой. Чистой, ротниковой водой девочка шагнула к краю навстречу чудовищу. Они застыли друг напротив друга, разделенные лишь полосой соли, шириной в полпальца. В нос вновь ударил запах озона, напомнив о тревогах прошедшей ночи. Рита растянула рот в улыбке Аскалиев. «Окажись безголовый человеком, был бы точно на голову выше ее, а так примерно одного роста. Ровня!» С трудом преодолев соблазн ткнуть пальцем глаз на бледные груди, возможно, на что-то подобное он рассчитывал, Рита покачала головой и отвернулась. Ее шатнуло. Стол, поляна, вся гора качались под ногами, но в этом не было ничего страшного. В такт качки плясали цветные круги в небе, а на краю зрения возникали мутные, едва различимые силуэты, огромные фигуры, окончательный облик, которых никак не удавалось уловить. Стоило чуть повернуть голову, как они тут же растворялись в полуденном мареве. Если на полотне мира Рита была обозначена лишь несколькими быстрыми, не слишком аккуратными мазками, то этих можно считать карандашными набросками, забытыми и скрытыми под слоем краски. Лишь сейчас, когда вода из кружки размыла привычные цвета и реальность потекла, обнажая холст, стало возможно различить очертания. Еще они переговаривались вибрирующими мелодичными голосами. Девочка прислушалась, но так и не смогла понять ни слова. Однако она знала, что можно сделать. Порывшись в рюкзаке, Рита вытащила игрушку то ли пса, то ли медведя, погладила его по мягкой вытертой спине, поцеловала в хрустящую полуслепую морду, сказала, «Что они говорят?» Усадила на доски и отвернулась. «Кому понравится, когда на тебя пялится на время столь важного задания?» То ли пес, то ли медведь молчал. Рита терпеливо ждала, краем глаза наблюдая, за гигантским силуэтом на одном из стульев на дальней стороне поляны. Наконец, за спиной раздался голос, усталый и натреснутый, немного похожий на отцовский. пастырь говорит, что нельзя отпускать девочку. Она идеально чувствует ценность. Она станет отличной приказчицей, лучшей за долгое время. Певица говорит, что если держать ее дольше, девочка может умереть. Рита чуть сдвинула голову, надеясь захватить в поле зрения еще один силуэт. Ничего не получалось. Исполинские создания владыки вершины горы не предназначались для того, чтобы на них смотреть. Пастырь говорит, что до вечера девочка не умрет, продолжал пулепестуля медведь. Пусть остается до заката. Когда солнце сядет, здоровье старого приказчика подойдет к концу, и ее можно будет отпустить. У Риты все похолодело внутри. Старый приказчик, это билетя в отце. Ну, конечно, о ком же еще? Подкидыш говорит, что не стоит рисковать и держать девочку дольше. Так можно потерять обоих приказчиков. Певица поддерживает. Придурок говорит, что девочка нашла бутылку здоровья. Если она действительно так хорошо чувствует ценность, то, вернувшись к старому приказчику, может напоить его и продлить жизнь. Тогда им придется терпеть старого приказчика и в следующем году. Пастырь поддерживает. Рита, похолодев, еще сильнее открыла рюкзак. Вот она, бутыль из темного стекла, с ухмыляющейся рыбой на этикетке. То, чего не хватает отцу, чтобы избавиться от свалившей его болезни. То, без чего он умрет, когда сядет солнце. Мысли, подхлестнутые страхом, засуетились подобным муравьям в разворошенном муравейнике. Если пойти сейчас, она точно успеет. Подкидыш говорит, что нужно убедить девочку подождать. Показать ей власть, бубнил то ли пес, то ли медведь. Объяснить силу. Падальщик говорит, что если девочка будет спускаться в темноте, то споткнется о корень, сломает шею и через пару дней порадует всех нас потрясающим ароматом. Провидица говорит. Тише! Оборвала игрушку Рита. Не мешай думать. Она положила замолчавшего то ли пса, то ли медведя в рюкзак и окинула взглядом свой небольшой урожай странных вещей. Бубен, перчатка, бутылка, игрушка, деревянная статуэтка. Была еще книга, но выскользнула из рук при появлении безголового, а потом исчезла в небе вместе с остальными предметами со стола. Рита вытащила деревянную статуэтку и, прищурившись, стала сравнивать ее со сторожевым чудовищем, парящим над травой неподалеку. Сходство было очень условным, и только если предположить, что статуэтка действительно изображает человека без головы, а не старинный корабль без мачты или спящую хищную птицу. Впрочем, Рита уже догадалась, что ее летающий остропальцый враг такое же порождение этой поляны, как и все остальное. Просто созданное и существующее по другим законам, по стандартам иного мира. Непонятная вещь. Одна штука. Отсюда следовало, что даже если статуэтка не имеет к безголовому никакого отношения, это можно исправить. Рита выпрямилась во весь рост и, несколько раз шумно вздохнув, чтобы унять волнение, крикнула. «Эй, уродец! Смотри, что есть!» Убедившись, что глаза безголового смотрят прямо на нее, Рита вытянула вперед руку с зажатой в кулаке статуэткой и припечатала. «Это ты!» Затем надгнулась над пивной кружкой и прошептала. «Мне нужен огонь!» И откинула крышку. Изнутри пахнуло жаром. Рита затолкала статуэтку в крышку, закрыла ее, отсела. Несколько секунд спустя из-под крышки потянулась тонкая струйка черного дыма. Безголовый, наблюдавший за этими манипуляциями с вытатуированным равнодушием, вдруг содрогнулся всем своим бугристым бескостным телом. Подобно пловцу, поднимающемуся с глубины, он рывком взлетел на высоту человеческого роста и напряженно замер, будто прислушиваясь. Затем взмахнул руками, рванулся назад к лесу, но на полпути остановился, нырнул к земле и там забился, страшно, безысходно, тряся конечностями и сминая траву. Тело его выгнулось дугой, на бледной плоти проступили черные пятна, через мгновение разошедшиеся трещинами, из которых хлынули наружу языки пламени. Рита отвернулась. «Сгинь, уродец!» – прошептала она, закусив губу. «Предупреждала же!» Несколько минут, пока за спиной шумел агонь и содрогался в агонии безголовый, Рита потратила на сборы. Аккуратно уложила все предметы, включая раскаленную кружку, застегнула и тщательно проверила каждый ремешок. Когда на поляне наступила тишина, девочка поднялась, надела рюкзак задом наперед, чтобы он висел не на спине, а на груди, и, бережно придерживая груз руками, спустилась со стола на лавку, а затем на землю. От безголового осталось широкое пятно выгоревшей травы с обугленными ошметками плоти, среди которых по-прежнему сверкали стальные когти. Приближаться к ним Рита не решилась. Быстро сориентировавшись по стульям, она направилась к рыжему лесу, туда, откуда пришла. Ее по-прежнему качало, каждый шаг давался с трудом. На периферии зрения все еще маячили высоченные фигуры обитателей поляны, пастыря и певицы, или подкидыши и падальщика, или кого там еще. Они не могли остановить ее, для них Рита тоже была призраком, обитающим на другой стороне восприятия. Возможно, сейчас она проходила прямо сквозь них. Возможно, они понимали, что перспективная приказчица пропадает и сыпали проклятиями. Возможно, оплакивали самую странную из своих вещей. Все это не имело значения. Стоило Рите миновать стул, как что-то с грохотом врезалось в землю в трех шагах слева, взорвавшись тучей обломков. Взвизгнув, девочка присела, закрыв телом драгоценный рюкзак. Острая щепка распахала ей щеку под глазом, еще одна вонзилась в плечо. Испуганно глянув вверх, она поняла, что это не гнев тающих в небесной синеве гигантов. Это возвращались предметы, отправленные безголовым к солнцу. Ящики, вазы, садовые ножницы, статуэтки и картины, половники и книги сыпались на поляну смертоносным грохочущим дождем. Визжа от леденящего душу восторга и по-прежнему прикрывая собой рюкзак, Рита вовсюх прыть бросилась прочь и вздохнулась облегчением, только оказавшись среди сухих сосен, только вдохнув раскаленный воздух, колючий, как мертвое хвое, под ногами. Здесь начался уклон и пришлось сбавить шаг. Не хватало еще действительно споткнуться, а корень сломать шею и разбить бутылку со смеющейся рыбой на этикетке. Нет, Рита, будет осторожно. Спешить некуда. Время есть. Живая, едва уцелевшая девочка с окровавленным лицом спускалась сквозь нарисованный лес. Позади нее сгущалась тьма, сердито ворчал гром, над вершиной горы снова собиралась гроза. Девочка знала, что там ей остались недовольны. Отказалась от власти, отказалась от силы, открывшийся талант направила на сожжение редкого и ценного экземпляра. Она знала, что покупатели в нелепых пестрых шляпах, первые из которых явятся уже завтра, будут рвать и метать и скрипеть звериными зубами. Ведь из списка странных вещей с горы удалось принести меньше половины. Она знала, что умирающий лесник, он же старый приказчик, тоже вряд ли обрадуется такому исходу. Не зря же он лгал, отправляя дочь на вершину, надеясь избавить ее от зрелища своей смерти и передать обязанности по наследству. Грядущие беды и неприятные разговоры мало волновали уцелевшую девочку, идущую сквозь нарисованный лес. Она несла в рюкзаке целый год жизни для человека, который научил ее, что от медведя нельзя убегать. Никакой ему обеспеченной старости, никакого ей высшего образования, никакой уверенности в будущем. Наверное, ему же ночью придется покинуть дом и скрыться, уехать, куда глаза глядят. Наконец-то. Прочь от проклятой горы на целый год. Этого немало, этого вполне достаточно. Только бы успеть до заката. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова